шестая ночь стоя ночь так много бегунов так сделаем небольшую паузу продолжаем что мы делаем так мы в первую очередь так что у тебя дальность аута у дальность лучше до 215 этого обычная так ну да ладно как это пока вперед на не побежит здесь как раз кима сейчас вот побьем пока что уже зла хоть можно было 2 еще взять щит наверное это я не подумал я почему потому что это двуручный будет так хорошо добьем без промаха объем без промаха просто всех по 2 подбиваем кого получится так броня нам пока не нужно а эти кстати уже добегут плохо так передача силы но значит на тех подбивать так все теперь никто не добежит это хорошо пока просто отбиваем она не тратим как отбежать вполне успеем так но в этом смысла уже нету никакого тянец принципе можно еще один быстро сделать тя 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 там она потратим аман нет здесь можно ничего не сделаем даже если мы ему передадим силу все равно ничего мы не сделаем здесь мы не дотянемся даже сюда подойдем не дотянемся так ладно найти пока закончились здесь к нам не подойдут что у нас здесь так много бегунов новых пока вроде как нету молния не катится тоже пока не очень выгодно ладно просто пока всех подбиваем так это подбивает так ну ладно ободрение конечно же отдаем по этим бьет так у этих четыре скорость у этих 3 так у нас осталось 2 принципе на передачу силы дадим пока просто подбиваем всех можно принципе сюда и так запульнуть почему бы нет так и отходим она не тратим ничего не тратим до нас не добегают хорошо пропускаем так то ты просто почему-то ударил на площадь 1 я просто думала уешал что ли по всем нет такого здесь пока что нет так бегун 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 это сейчас сюда сбежит про кто он отбежать не успеет будут проблемы пока издалека хотя мы можем сюда подойти так этих всех тоже замедляем пока не надо так дальше дальше было ободрение там дать но да ладно я про это потом вспоминаю всегда так как это не долетит это долетит с тем разберемся потом в полотно и может подойти как кому-нибудь а сюда нельзя из-за трупов подойти так сказать два перемещения точно даже у нас без устали я про это и забыл вот сейчас вспомню ну увидел и вспомнил так хорошо эти пока все здесь что у нас так 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 пока что-то ничего не придумать такое но этих надо всех подбивать может быть даже придется добивать потом потом молнию мы не пульнем так можно развернуться может быть здесь я буду смотреть сюда в принципе смогу быть они тоже будет разворачиваться хотя нет получается если он или нет все правильно просто сбоку стрелять и что по ударить по этим не надо стоять и дальше правильно сюда пройти а не получается как-то вот так да получается надо стоять дальше они вышли за этот конус тогда вот так по всем можно будет нанести урон так и сделаем этих добиваем так ну по кому-нибудь спи никто не дойдет до нас давай так и оставляем так ну паника вроде как чуть-чуть растет но не сильно так вот здесь может быть уже сейчас будет выгодно запульнуть туда удар молнии непонятно как он пойдет либо налево либо направо как-то должен пойти так ободрение отдаем ладно да пуляем наверно сюда либо сюда сюда так то есть вот так пошел и обратно а почему именно так то есть только шестерых задели там ближайших атакуют атака пересекается цели на случайно на случайного смежного врага на себя процента то урона первой атаки и применяйте же негативные эффекты так повторяется несколько раз согласно начнению этого эффекта значит все таки случайно то есть здесь не придут заранее не узнать куда она пойдет поэтому желательно все-таки убирать какое-то такое место чтобы можно было допустим с этого начать и что по любому пошло как-то по всем прям такой линии какую-то выстраивать хорошо так шара дня есть у нас копейщики нет копейщиков нету так мы по этим за пуль нём так здесь что у нас отбиваем отбиваем так нам никто не подойдет так тут далеко бьем просто подали чтобы они не могли быстро нам переместиться так пока все к здесь теперь ведь пробел не нажал бы пропустили так что здесь у нас собственно так же надо как-то всех убивать так с этим надо что-то решать так а у этого я забыл да да опять забыл передать так нас есть вид от боли прежде всего сейчас используем пока все могут добраться практически до нас оглушать смысла есть наверное нету никакого так либо кстати можем волшебные стрелы сделать парочку раз пока очень все печально что-то а у нас это надо бегать ладно пускай бежит броню на всякий случай ты наверно отходишь просто этот что-то здесь как-то переживет я думаю так вблизи может еще 170 рон если мы получим но если мы его добьем получим два очка перемещения сможем сюда убежать так допустим просто бьем так пока все с паника пойдет и пока паника не растет не знаю что нужно 1 уровень получить если строение на территории убежья получила урон важно руины и укрепление почти не влияет почти не влияет придет тоже укрепление же идет пойди до крепкая деревянность на должна считаться как укрепление так но сейчас у нас как-то все уже печальника на самом деле быстрых не получается всех поубирать у всех остается всегда чуть-чуть хп так опять забыл наверное будем этих расстреливать это будет добивать наверно от этого волшебными стрелами чисто уже именно добивать так это вот так один остался одну очку действия здесь одну очку действия на здесь можем счет получить и на этом и сейчас это используем пригодится так залпом четверых убить кто к нам подбегает быстро вот этот так на двух тратить не хочется так будет лучше так мы здесь более-менее забаррикадировали все можем прямо сюда встать бы они не трогайте как колодки с броня выдержит принципе удар 17-20 но если в этом смысл может быть другие все равно у нас нет не добегут давайте сделаем так так этот останется здесь так что у нас здесь а здесь тоже полный кипиш так залп так не годится надо ходить назад правильно не попадал в радиус принципе они попадаются а наоборот они должны попадать чтобы была горизонталь нам надо наоборот подойти ближе либо по этим бить так сначала ободрение 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 копеечек пришел здравствуй а он там еще один еще один три копейщика так ладно этих мы как-то так по копеечку не попадать все равно попадаем так очки действия закончились свиток боли сюда его закинуть получай получай а мы же должны как-то восстанавливать очки 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 здесь такого нету не прокачивать то есть после уклонения двух уклонений очки действия восстанавливаются здесь такого нет мы этого видимо не прокачивали просто да настойчивость у нас не прокачано хорошо так либо этих убрать двух эти вода вот эти сейчас начнут а это кстати вообще перелететь может по моему уже у нас крылан эти твари умеют летать то есть где он может наверно перелететь и возможно их только перепрыгнуть наверно можно в принципе перелететь перепрыгнуть одно и то же так либо сюда подойти ударить удар о землю так и поступим по копеечку бить пока смысла нет броня в любом случае копеечка кстати может подойти ударить по лучнику он не ударится вот так как то сделаем я так не очень здесь копейщик не добьем кройка обратно так можно ударить по двум крыланам придется отходить не знаю выдержит у нас 200 брони не выдержит здесь у нас урон почти 33 33 53 я по максимальному считаю только один это не дотянется а это кстати эти не пойдут в принципе настолько если может ударить то копеечку ну копеечка мы выдержим а вот еще один второй копеечку на двух копеечков выдержим скоблец тоже выдержим два скоблеца ну примерно на 200 урона и как раз таки мы можем выдержать что они наверно пойдут бить стены наверное если узнаем как эти походили эти походили а еще и промахи дверь бьет паника растет уровень паники до первого либо это просто радиус показан а будут фиолетовый вот это красный это вроде как точно фиолетовый немножко пока растет так ну ладно что нибудь а это потому что внутри все таки он перелетел все таки перелетел его дам его мы сразу убиваем так все уровень паники пропал хорошо так это отбиваем тоже или так по трем сразу не попадем с копейщиком пока я не знаю что делать тут можно их конечно оглушить хорошо было бы здесь где то уже все раз со всеми расправиться и пойти на помощь так не получается так а у тебя броня ой точнее хп снесли хп они видимо пробивают там пробьет броню вот это я забыл вот это я забыл так что тогда мы будем с ними делать наверное их надо оглушить чтобы они не ходили в следующий ход почему сопротивление оглушение 50 процентов ясно копейщики прям вообще вообще не прикольные тогда их надо убивать их нужно срочно убивать здесь два два действия есть но вряд ли получится мы будем через ману здесь больше больше же урон идет а кстати можно по-своему попасть предупреждают такой пот типа не не надо по нам не надо ладно можно свои бить этого не знал так как бы нам по нему попасть так хорошенько троих пятерых на его не зацепим так а мы потратим 2 единицы мы его на не добьем да в любом случае мы его не добиваем тогда нам надо освободить путь чтобы этот зашел внутрь как бы и все так здесь что мы делаем бить по всем побольше зацепить пятерых вот так шестерых зацепим так это будет бить по вот этим у них уклонение 20 процентов так этот будет бить по кому поэтому надо бить это он тоже уже пора убивать так копейчик далеко слишком близко а закончился закончился пора использовать ману в принципе их 49 осталось да ману сжалить нет смысла так либо так вот это лучше здесь нельзя уклониться кстати урон теперь он здесь даже больше а это бесполезно так мы можем нет пока не можем так а у этого кстати у мечника а все 00 свитков так так мы все просто ждем здесь сейчас будет плохо прям вдвоем не справляются действительно я не отошел я не отошел почему я не подумал про это почему я не подумал что копейчик может до нас достать когда он не был близко я об этом вот когда он где-то еще здесь был я об этом думал что да надо отходить то есть вот этим даже я отошел специально чтобы мечник нас то есть копейчик нас не достал а про этого я забыл ну ладно хотя бы не убил а мог 53 насчет сопротивление минус 5 так ладно не погибли и хорошо пока для меня это самый опасный бой потому что почти двое уже как минимум по ним нанесли урон это опять же из-за копейчиков только так что мы делаем бьем всех и копеечка в том числе так отойдем отойдем а у нас теперь опять три очки действия но этого хотя бы еще пять пять этих оглушить не получится значит так ладно надо сейчас с этими расправиться и как-то уже бежать туда ну конечно далековато будет бежать но в принципе он сейчас как раз кисть по максимуму поможет может убегать это уже одна здесь со всеми как раз так и и и и и и и и так все мы убегаем здесь нас помощь 18 до сюда идем вниз помогать а даже так мы даже успеем даже еще атаковать в общем надо ставить эти двери во первых потом в будущем следующий когда уже будет надо именно смотреть чтобы мы могли спокойно пробегать с наверно где-то здесь надо ставить дверь здесь дверь здесь мы кстати правильно поставили собственно и здесь по центру прямо так по центру так вот сюда и получится что мы сможем здесь отбиваться потом если что за один ход мы сможем спокойно сюда перебежать и здесь отбить что я сейчас играл пока я всегда представлял что якобы я нахожусь в этой территории то есть до это я уже не смогу добежать за один раунд как оказывается смогу правда потом может быть у нас будет побольше это наше убежище тогда уже не смогу так куда подойти сюда пойдем этого надо добивать поэтому бить смысла нет если что вернемся обратно так слишком близко ладно подбиваем этих броня нам не поможет здесь так можно передачу силу этом еще отдать так в принципе тогда этому тоже нужно тянет не этому каждому нужно по жезлу дать что понимали все передавать кому-то силу но это надо определить кто у нас будет самый самый мощный а пока таких нет то есть они все по-своему уникальны то есть не сказать что лучник там самый мощный может промазать наоборот живу здесь дамоклов меч намного лучше что никто не может уклониться так ты наверное знаю конечно вряд ли они пройдут но если вдруг я думаю все таки отойди так копейщиков пока не трогай ну кого нибудь так еще один есть отойти сможем так сказать нам уже не зачитали да там же у нас только ближний бой в ближнем бою то есть по моему даже вот это не сработает дробилка если даже ударю в ближнем бою все равно не сработает потом на протестировать что только дальность ближний бой на учитывается и вот собственно дара землю либо кулак так хорошо все походили кроме тебя так с этим надо волшебными стрелами броня нам принципе здесь пока не нужно так хорошо пока оставляем так как жестко уровень паники уже один один уже есть мы правильно не все подошли в полотную конечно паника есть все проблемы только из-за копейщиков у них как бы и брони многое и как бы хп не мало она тогда двоим давать эти вот где-то короче надо искать уже на пара это эффекты пробьет броню по моему у меча по вам было надо будет посмотреть потом уж пока проблем только с этим что им нужно пробивать броню так по этим желательно бы сейчас залетят внутрь так по паника нее не уменьшается ну вот так вот можно конечно ударить конечно немного но все же этих в любом случае не убьем тратить на них нет смысла очки действия так и смысла зайдем мы потом так у нас состоится если мы этого убьем принципе нам дадут кстати сейчас можно будет проверить а если не дадут тогда я не убегу и нас прибьют но проверить стоит то есть дробилка дальность 1.3 будет ли учитываться дробилка как вот это без устали восстановит ли нам очки перемещения давайте протестируем а плюс без устали в принципе работает ну допустим ударим да работает хорошо в принципе мы сможем даже убежать мы сейчас добьем еще два получим тогда можно бить либо этим либо этим то есть все равно дробилка тоже работает хорошо так мы попробуем оглушить а вдруг аниме то по себе нанесем урон тогда не будем плохо пускай бьют так почему без устали сработало непонятно почему так это то а это он еще не ходил так допустим допустим дома до этого не дотягиваем да никак нужно 9 а вот этим дотянемся опять же смысл а вот эти шар шаром почти на второй ход добьем точно паника все паника уже это красный это видимо уже фиксированная то есть мы по любому уже не уменьшим ее вообще сломали дверь вообще дверь сломал так ну добиваем его да чтобы уже здесь не было неплохо приложила то есть скорее всего нам вот это вот сейчас да против брони надо что-то искать еще либо всем раздать у кого-то можно лучнику можно раздать дойдет книги тайн мечник кстати во вторую руку можно книгу тайн или а двуручная двуручная но в принципе можно ему дать место тоже будет магический урон но только будет хотя бы с пробить и брать посмотрим может быть мы ему вообще меч дадим надо смотреть так бежим сюда можем ее кстати ускорить толку нету идем по этим шаром так можно урон 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 годится так что бы нам сделать так надо как-то так так это мы даем этому 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 этот бьет тогда по этим пытается кого-нибудь добить добивает этот издалека наверное так у тебя кстати еще есть дамоклов меч вторая рука но ни до кого не дотягивается если я получу два так у нас кстати три еще действия либо два можно отдать я подойду сюда допустим наверное да как то сейчас так сделаем а не видно так посмотрим так дотягивается уже что-то так либо еще подойти этих побить у нас четыре осталось но две мы передадим этого побьем их смысл трогать трогать смысла их нет так кстати эффект почему-то двенадцать почему у нас эффект на себя двенадцать стал может из-за того что она эпичная для нас урона себя здесь десять процентов а она подсвечена нет подсвечена просто что на себя действует в общем почему-то двенадцать процентов скорее всего тогда получается либо-либо-либо наверное жезл плюс два возможно от этого восемьдесят пять тридцать тридцать тайная плюс один такому сравнится у лук допустим нас одинаковый что там все здесь минус два очки перемещения здесь тоже минус два будет значит редкость скорее всего вряд вряд ли влияет влияет именно этот плюс один жезл плюс два здесь жезл краски у нас во-первых неофит а во-вторых обычный наверное да наверно хотя здесь сколько у нас было исполнок шестьдесят и было оглушение плюс тридцать девять мы получаем от наших характеристик не двадцать четыре так двадцать четыре где-то здесь может быть еще так а может быть да влияет ладно это мы посмотрим же в этом магазине там надо тестировать скорее всего когда дает дается плюс к оружию тогда увеличивается его вот эти вот негативные эффекты так что здесь у нас это они конечно же скоро пробьют надо было так ударить его так мы желательно на по двум сразу ударить так так все осталось двое два копеечка вообще в идеале их вначале убирать но вначале не получается что-то у них как у них они очень блокированы если что у них нету меткость то есть они могут промазывать то есть в принципе к ним хорошо было бы делать уклонение на себя и подходить в принципе они могут промазать но если они не промажут то они практически нам снимают все хп а это печально так все это походило так у тебя а здесь кстати может шар так не кинем чтобы по двум сразу что мы тогда хотя чё нам переживать остановим а придется да все-таки по двум кидать так сейчас кто-нибудь что-нибудь сможет сделать скорее всего даже нет с броню мы не снимем только попытка оглушить но это обратно не вернется потом если он обратно не вернется это плохо так тут у нас три у нас тоже три здесь у нас по нулям с примерно 600 мы можем снять он как-то попробуем одного убить вот принципе четыре цели можно этим попробовать не помню все это все это впустую но попробуем уж хоть что-то с ними такое-то будет получше у кого у нас с этим со зрением лучше по-моему мага 23 у мечника четыре да тогда пускай лучше наверно маг так хорошо одного убили это просто так так ну теперь то мы с ним с одним то мы справимся но я не был к ним готов я не думал что их так много здесь будет столько крови кажется у нас получается что-то там ночь пройдена опыта дали много 6 6 6 потеря потеря очков здоровья 69 погибло 0 выжила 4 б уже не с предмет все равно дали сколько отнимут все эти отнимут они отняли вот это мне отняли она с ромбл 122 по моему но чуть-чуть все равно отняли так что у нас здесь четвертую шестую ночь прожили синяки и шишки кто-то из героев потерял 25 единиц мясник убил врагов 40 раз удалось разрушить 10 единиц укреплений тварям брешь одной ногой там мастер магии река магии герои израсходовали 80 единиц маны все магии забросали по 22 дают ослабили героя применение дебаф на врагов 20 раз так ладно шестая ночь было непросто я согласен только из-за копейщиков было непросто что неправильно подобрали оружие вот здесь очень-очень много прям прям очень много гора трупов здесь много а здесь прям гора целый холм из мяса и костей здесь была битва не на жизнь а на смерть это да если ничего не делать к следующему утру трупов станет меньше так что у нас здесь один рабочий кстати хорошо что везде требуется только один рабочий разбирает останки на 72 единицы материалов и 55 порченной сущности либо на два предмета естественно на два предмета и здесь тоже еще два предмета а с трех сторон да здесь маленькие здесь больше больше всех пойдет так хорошо собственно лечение неожиданно нам необходимо лечение скорее всего прямо всех не только одного эти сами восстановились так ну 30 то есть принципе бесплатная поможет хорошо так здесь куда мы рабочих еще можем израсходовать здесь принципе не надо не надо а так сначала да сейчас что-нибудь прокачаем что-нибудь 1800 хватает так но мана в принципе пока не надо 2400 не хватает броня плюс 10 было бы конечно хорошо но скорее всего лучше лучше что лучше здоровье здоровье наверное лучше теперь брать знамение мягкости я такого не видел разблокирует новое знамение дабы внести разнообразие и наделить вас новой силой а знамение мягкости все герои получат преимущество 12% снижения сопротивления в целом хорошо знамение точности все герои получат преимущество до плюс для нас меткость коротких луков новая кстати была так тоже знамение короткие луки будут встречаться чаще остальное у нас все есть жестокости все герои получат преимущество в плюс 8% шанс критического урона вот это кстати хорошо это надо было бы прокачать опять же наверное чуть попозже так что у нас здесь разгон есть цепной удар оглушения это нам не катится планица нельзя разгон отсечения нам желательно взять что это на пробитие брони скорее всего меч был так ладно возьмем да и хочется вроде как здоровья с другой стороны не надо вроде как тысяча останется знамение точно пока брать не будем так ну пускай будут скипетры не знаю то есть у нас может быть как то к чему то и подберем резервный разгон посмотрим нет не хочу не хочу на это тратить пока что здесь у нас разгон разгон все с разгоном у нас идет а не пробитие брони наверно возьмем броню броня все таки будет полезным так ну если у нас осталось 600 бомба и нет так здесь у нас что-нибудь есть нет новый диалог возрадуйте земля и море ибо я пришла с дарами почему ты помогаешь мне почему именно я когда все это закончится почему почему солнце помогает цветам цвести почему мать кормит ребенка во чреве своем это моя судьба это мой рок прими мое благословение за твои чудесные деяния потратить хотя бы 35 от от д так потратили вам будет сейчас предмет новых типов заряженные бригандина и корчужная рубашка 35 брони эффекты хорошо пока все так уровни повысим потом награду за ночь 1 1 1 1 1 1 много-много предметов уклони и восстановление маны за день получаемое лечение святое кольцо украшения броня минус 16 получаемое лечение очки перемещения иммунитет усиленный тяжелый доспех так 36 брони 5 блок 15 восстановления здоровья за день минус очки перемещения что плохо но есть уклонение и физический урон эффекты блок стоит одно очко действия что плохо но так по броне вроде все хорошо броня блок очки перемещения конечно плохо ну ладно возьми все равно и его здесь что у нас молот плюс 2 вот кстати есть шанс теперь посмотреть где наш молот так у нас идет плюс 1 здесь плюс 2 расчетливость там на 130 а там даже больше ну 138 а здесь 130 даже странно почему потому что там во-первых зеленый то есть редкость хуже и плюс 1 а расчетливость плюс 6 сдается именно от редкости еще ясно тогда понятно почему плюс 6 почему 138 хорошо ну конечно не сочетается с плюс 6 а получается 138 почему-то 8 процентов ну да ладно суть что как бы навык сильнее не становится так а вот здесь кстати становится но здесь у нас шансы улучшения плюс 5 как раз все сходится тогда я не понимаю почему все таки у этого у мага вот здесь именно плюс 12 урон на себя с каким-то образом мне вот это пассив не пассивка усиление действует сильнее на себя почему-то потом разберемся пока пока не отвлекаемся так значит где у нас там мечник так наверное возьмем да шанс оглушения есть урон намного больше надо брать здесь наш шлем котелок плюс 2 надежность здоровья блок ржавый щит просто ржавый щит возьмем молот украшение украшение быстрые сапоги плюс 2 шанс оглушения плюс 9 сила яда сопротивление 10 так ну в принципе тоже хорошо было бы дать мечнику как раз таки у этих же есть 50 процентов сопротивления а если у нас будет 150 шанс оглушения тогда мы будем спокойно их оглушать будет очень хорошо тех копейщиков ношение тяжелой брони ношенный тяжелый доспех плюс 3 блок плюс 5 блок еще плюс 5 снижение сопротивления эффекты блок так а может какой-то взяли но это немножко другой также очки перемещения минус 1 это фиксировано 100 процентов будет плохо с перемещением так здесь есть укулон сопротивление и меткость здесь шанс оглушения возьмем наверное быстро сапоги броня уклон малый арбалет может быть все таки дать этому лучнику малый арбалет вот а кстати пробьет броню почему я раньше это не видел так пробьет броню много целей x2 78 как раз таки пару раз использовать максимум заход 4 да мы в любом случае будем брать малый арбалет либо покупать либо брать посмотрим может сейчас купим просто какой-то получше малый арбалет да сначала тогда выйдем нет здесь арбалетов нет значит забираем тот в любом случае забираем арбалет так что у нас здесь кстати можно было сначала по всем посмотреть что идет а потом уже убирать топор топор тоже наверное не пробивается топор не пробивает броню дробилка страшный вопль святое кольцо плюс 3 украшения восстановления ОЗ плюс 13 получаем лечение минус броня иммунитет но иммунитет это потом видимо нас будет всякое набрасывать и там уже будет действительно эффекты эти нужны нам пока что они не нужны щит можно в принципе вторую щит взять получается копеечки они броню пробивают а щит то наверное не пробивают в любом случае возьмем щит сейчас на видео посмотрю то есть по идее наверное где у нас там мечник наверное блок этот он сработал то есть получаемый урон то есть получается урон и от брони и от здоровья на этот на это нас спасло немножко ну а броня была игнорирована так щит 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 блок плюс 13 ой плюс 11 27 то есть по идее блок намного лучше брони будем знать так дальше по любому тебе даем малый арбалет так шанс оглушения там и обратно мечнику так а у тебя уже два чего то есть есть бронированные броня и меткость так ну вместо первого наверное быстрые сапоги эти кому-нибудь другому отдадим так молот плюс 2 шанс шанс оглушения еще шанс оглушения 113 пока маловато все равно это 150 так и тяжелый аспект уже по-моему тебе хотели отдать брони больше а эффекты блок это эффекты плохие не ну как плохие конечно неплохо но плюс 60 брони будет лучше если с обычными драться у нас еще пять блок идет сверху скорость меньше так на броня 159 становится но мы не сможем добавить еще 60 зато у нас блок становится 32 и мы сможем добавить еще 14 получится 46 ладно и наставим этот сночки перемещения очень плохо вообще мало мало очков перемещения но да ладно так это теперь кому-то надо передать это у нас лучник 1 броня нет тебе точно нет тебе вот можно да урон плюс 8 тебе передадим так молот наверно никому не нужен хотя можно просто так дать а нет у него расчетливость не надо никому просто так так ну это можно заменить так быстрые сапоги плюс 1 9 сопротивления у тебя минус 5 лучник и сопротивление конечно ему было все таки мечнику хорошо здесь броня уменьшится меткость уменьшится так либо тебе либо лучнику лучник будет держаться вдалеке в принципе и маг будет держаться вдалеке ладно пускай будет у мага на всякий случай а вдруг пригодится так а это мы все продаем так теперь пойду все таки посмотрю защищал ли нас блок от урона копейщика скорее всего да я пойду посмотрю да получается блок нас спасал то есть нам нанесли урон в 20 у нас было там блок какой-то а урон по моему копейщика шел 30 нет 40 полно 60 типа такого короче 20 защитила то есть по нам нанесли в ко 20 урона и второй копейщика вообще промахнулся не таким образом но у нас уклон сработал так ладно значит надо да это будет у нас идти на блок дальность навыка плюс 1 так смотрим что улучшаем тогда их так это у нас лучник 1 что тебе не хватает ослабить так теперь кстати на посмотреть уклонение пока нет но это правда хорошо тем что это делается не забирая очки действия поэтому целом это хорошо урон увеличился на 30 текущего уровня маны у нас скорее всего всегда будет мало маны подзарядка так потратив все маны подряд герой получает бонус и здесь именно подряд с другой стороны может быть мы можем использовать различные навыки просто каждые написано подряд прям возможно если я использую дождь стрел а потом мощный выстрел планов собьется но если что мы сможем переключиться у нас здесь вообще есть цепь огня долгая смерть это у нас яд кстати яд травмная цель получает урон в начале каждого хода интересно яд действует только на здоровье либо на броню тоже действует надо будет проверить потому что если на здоровье то хорошо как раз таки против копейщиков так ну здесь пробьет броню это прям вообще хорошо здесь там много целей надо как-то увеличивать наверное по-моему у нас такое было так надежность минус 20 это это плохо пока пока мы кстати брали этот добивку то я ни разу не пользовался а у нас здесь нету казни у нас здесь и не было так хорошо где он солучник один на самом деле пока не знаю даже что брать что тут из этого может быть 7 маны подряд очки действия таки будет полезно либо что-то уже брать другое вообще там маны нет настойчивость может быть здесь в принципе промахиваемся за каждую вторую атаку от которой уклонился хотя бы один враг одни очки действия и меткость на два хода данный вот это даже возьмем либо одиночку а на одиночку мы отметим потом возьмем да берем настойчивость так а дальше у тебя что маг дает герой навык восстановить в принципе кстати было бы хорошо можно восстановить было бы передачу силы так маны плюс 24 тоже в принципе неплохо та же самая подзарядка и ослабление одиночка в принципе тоже можно было бы отметим так так дальность навыка но здесь наверно будет плохо 3 8 там у нас 1 10 2 10 будет 2 9 но в принципе тоже можно отметить на потом а сейчас либо маны взять больше чаще стрелялись правда мы все это восстановить потом не сможем наверное надежно здесь больше урона будем наносить здесь у нас разброс практически во сколько в 35 за 27 151 урон но сверху у нас базовый урон в 35 разница внизу чуть поменьше 20 24 24 это опять же это наук в принципе все науки будет меткость еще больше для принципа она и так не может если дома каловом мечом бить так неподвижный стрелок кстати вот это можно тоже брать но надо будет запоминать что нельзя не двигаться дальность навыка плюс 1 было бы неплохо то есть передача силы можно дальше будет использовать в принципе все можно будет дальше использовать кроме кулака так попробуем наверное под зарядку все таки ману мы тратим и очки действия опять же без маны что мы сделаем ладно берем просто ману плюс 24 пусть будет у него больше маны лучник 2 одиночка цель настойчивость так настойчивость они промахиваются пусть будет настойчивость так лучник 1 уровень стрелковый надежность по идее надо вообще стрелковый урон уже прокачивать было больше урона с другой стороны 5 процентов мало что дается мана урон броня меткость круто нём так урон на 8 процентов мана 65 здоровье так здесь наверно возьмем урон мана в принципе не так нужна нам а вот урон плюс 8 процентов будет хорошо так здесь 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 можно в принципе еще 5 либо закрутануть круто нём так опыт плюс 120 а сила яда кстати у нас же теперь есть ядовитая но опять же 25 25 в принципе на 20 здоровье практически будет больше урон наноситься вполне неплохо если мы этим будем пользоваться так а долгая смерть изначально же он наверно не нанесет хотя может быть первый ход тоже нанесет урон а так еще перемещение кстати минус 2 очки перемещения это хорошо ладно возьмем или опыт и на принципе у нас там ночь сейчас закончится мне кажется у нас уже переклики перекинут другое убежище а там все начнется заново поэтому скорее всего возьмем сила яда краски протестируем как это все работает мак шанс крита да скорее всего да уклонение мана здоровье снижение так а здесь разгон нет здесь можно перебросить все плохо надежность а здесь шанс крита а лучник 2 так шанс оглушения точно не нужен опыт тоже вряд ли нужен так а здесь на что было урон 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 наверное возьмем здесь пускай будет урон 94 116 так максимально на 10 повысился 94 вроде было грубо говоря на 10 урону больше стало неплохо так а максимум можно вообще 500 процентов сделать было бы хорошо только я не знаю как видимо потом от вещей будет очень много давать всего пока что 500 это прям что-то нереальное так а здесь наверное мы либо крутим ничего такого серьезного нету так тебе тоже хорошо было бы дать арбалет сила яда либо восстановление маны пускай будет сила яда мы ему тоже дадим арбалет когда он будет продаж мы до этого конечно доживем то что нас вроде как остался последняя седьмая ночь и потом может быть кажется эти 8 будет вообще с боссом посмотрим посмотрим так ладно с этим мы решили нанять еще героев возвести так починить 91 да нам пробились хорошенько все восстановили так теперь нам надо опять поставить а кстати мы сейчас здесь крепкая здесь мы не пройдем колодки мешают это снесем здесь поставим стену здесь поставим врата это тоже не очень красиво стоит переставим получше так укрепление же вроде на какую-то кнопку должны быть или нет на на x что просто по центру стояла три четыре пять шесть то есть так ну в принципе все хорошо здесь не поставить по центру потом ну как бы ровно не поставить что здесь мешают колодки потом может быть их снесут здесь принципе отбивать сейчас будет это не очень хорошо если они сверху пойдут они пойдут видимо и отсюда ну да ладно так отправляем так рабочую попозже в лавку посмотрим что у нас здесь есть топор так где у нас мечник у нас молот а здесь топор там топор пока не трогаем потому что там что у нас там топор пока не трогаем короткий лук так ищем лучника так урон больше базовый тогда потеряем очки перемещения у него как-то и так по моему в плюс там идут все очки перемещения сми четыре уберем у нас состояние минус два всего лишь дается так что в принципе можно можно помнить что такого глобально страшного не произойдет потеряем ману потеряем уклонение но зато у нас урон будет намного больше а я его считаю таким особо пока что из всех я его считаю самым почему-то дамажным не знаю почему отсечение плюс 7 наверное надо брать 380 есть ладно возьмем так дальше книга тайн неофита либо плюс 2 синяя 8277 урон меткость получаемое лечение так так один смак там надежность а урон кстати меньше а меньше у нас урон все правильно плюс 3 лучше и 124 но важнее все таки иметь больше урона я так понимаю пока что возьмем эту книгу тоже эту не будем брать нормандский шлем плюс 3 сопротивление 7 здоровье плюс 25 магический урон так кстати впервые увидел плюс 6 магический урон так ну у тебя вообще шлема нет тебе возьмем льняной доспех плюс 3 уклонение очки перемещения уклонение плюс 29 так это лучником можно дать либо второму либо первому так 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 на втором но это мы заменим первому а у первого заберем и отдадим второму ножные штаны плюс 3 мана уклон так опять же это наверное лучником в основном нужно здесь очки перемещения где можно вот эти передать они здесь видеть из броня пускай у него и остаются так ладно это нам не надо ржавый щит плюс 4 для второй руки так но это по-любому к тебе так дальность навыка вот вместо второго щита будет хорошо 88 правда придется отдать блок больше хорошо а второй щит мы посмотрим кому-нибудь может быть дадим другому у кого-то еще есть место лучнику можно дать второму можно дать разберемся тяжелый кристалл плюс 3 украшения минус очки перемещения но снижение сопротивления плюс 26 это кстати по ситуации а в этом кстати мы не можем когда уже в бою мы не можем менять ничего но это принцип правильно сделано что в бою мы ничего не меняли а так было бы прикольно увидеть правда я пока еще не знаю кого у кого сопротивление больше всего по-моему у кого-то было 50 сопротивления но я не помню как их звали здесь по-моему бестиария такого нет чтобы посмотреть всех врагов так сапоги короче пока не берем сапоги эльфов плюс 4 разгон плюс 7 уклонение плюс 11 так это украшение украшение у нас у кого-то место было еще опять же разгон нам не очень нужен уклонение только из-за этого можно взять 66 слишком дорого для этого зелье маны плюс 2 так зелье пока не берем зелье силы плюс 4 урон плюс 25 на 2 хода в целом неплохо стоит правда 47 зелье маны плюс 4 кстати дает уже видимо вот это зелье маны плюс 3 именно от этого нам дается плюс 4 теперь здесь 2 он идет так же как и 1 как и без цифры а с начиная с третьего уже дает больше именно к эффектам тогда 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 так минус не у этого не у этого а здесь жезл нет здесь жезл у нас плюс 2 но дает уже 12 урон а первый жезл наверное будет давать хотя может быть первый жезл будет уже давать плюс 11 процентов жезл неофита кстати это просто жезл неофита он же хуже ладно потом еще проверим как нибудь так то что мы продали вроде как распродаем все это непонятно что это убирается а это на самый низ круто да а вот здесь наверх есть я даже не видел вниз вверх вниз видел но я думаю что то свернуть а вверх я не видел так ладно дальше идем свиток шар огня пробьет броню вот это надо это мы сразу наберем только не знаю кому но берем по любому ношные легкие да это то что мы продавали так мана думаю взяли силы тоже надо взять 47 тоже возьмем кому-нибудь распределим так хранилище значит лук лук мы по моему здесь хотел хотел я менять да именно сюда а втором дадим именно этот получится хорошо этот продать надо так не готовим неофита так кому я собирался отдать вроде как тебе надежность теряем получаем больше урона то так получается да будет выгодней то есть у нас уже с надежностью как бы 117 всего лишь а здесь 140 будет без надежность ну правда второго здесь тогда урон будет меньше сейчас у нас здесь урон 131 теперь 128 но ничего страшного так не готова неофита это надо кому-то отдать да пробьет броню а это шар огня я спутался вот с этим вот с передачей силы по цвету такой же светло-желтая так ладно это мы вряд ли хотя нет кому-то надо ее отдать второму лучнику в принципе можно если что он тоже сможет пробивать броню я так понимаю сейчас броней будет очень много всех нормандский шлем магический урон так ну это понятно кому здоровье магический урон плюс 7 сопротивления так дальше льняной доспех уклонение это мы хотели дать по моему первому сначала да уклон это первому даем а этот мы передаем второму потому что броня им в принципе не нужна очки перемещения будут уклон и уклон так ржавый щит вот дальность навыка мы оставляем вот вместо вот этого штанскрита лечение получаемое лечение пока нету у нас потом наверно куда будет жезл который сможет нас лечить пока что таких нет то есть это только идет пока что но получаемое лечение идет к бутылкам и различным так второй щит кому дать лучнику блок наверное только лучнику остается хотя желательно взять второй арбалет который будет для второй руки но пока что мы не можем получить возможно уже имеет смысл в лавке делать переброс это надо еще прокачать ладно это потом свиток шар огня так пробьет броню кто он сможет пробивать броню маг требуется 4 маны так мечник маны меньше всего тратит так что наверное пускай у него будет пробивает броню боль земли тоже 2 маны 4 маны да пускай этого не остается у него зелье сила плюс 25 урон так ну это наверное лучнику первому потому что опять же я почему-то считаю его самым дамажным хотя у нас маг неплохо наносит урон пускай будет у лучника первого маны не требует ничего не требует просто плюс 25 можно использовать два раза за ночь один раз за ход а дальность 0.4 мы в принципе можем на кого угодно вылечить значение указанной характеристики зелья мощи то есть мне это не обязательно на себя тогда тогда надо дать тому кто всегда стоит в центре вокруг всех в принципе лучник да он хорошо бегает эти мы наверно сейчас поменяем что-то а у этого теперь у лучника 2 17 штаны заменить а у него потому что очки перемещения что-то я хотел от лучника 2 забрать и передать первому чтобы первый мог быстро но чаще перемещаться больше только штаны можно отдать но тогда мы потеряем меткость броню ладно не будем чем нить оставим так так надо запомнить теперь он смог в таком шлеме так хорошо здесь все сделали остались только рабочие здание так манок с эти дачу ман осталось лечение мы сделали здоровье всех максимум так что делаем с маной так мы бесплатно даем на тебе тебе это он стал лучник больше всех тратить так теперь на плюс 8 нету здесь плюс 2 12 всем надо по идее еще второй раз плюс 12 сделать так сейчас мы это золото заберем прокачаем допустим так так а плюс 6 одном геройной тоже нам не надо так можно здесь предмет забрать давайте так поступим вдруг там будет что-то хорошее так меч кстати резервный меч разгон преследования а это вот вторая рука для второй руки так у нас только здесь есть а он ничего не требует в чем плюс шанс оглушения есть плюс 5 урон 105 на 117 ближний бой ну желательно конечно этому мечнику дать но у него щит будет лучше поэтому посмотрим кому это можно дать так у нас получается разгон плюс 25 процентов за каждую правильно дополнительный урон за каждую ячейку так с помощью в том числе с помощью эффектов преследования преследование это у нас навык перемещает героя на ячейку где находилась убитая цель в общем надо кому-то дать просто протестировать как это вообще работает что разгон по идее должен быть хорошо то есть мы четыре клетки прошли а тем более мы этим не сам лучнику может быть дать второму причем а либо первом место счета щит в принципе лучнику не обязательно до первом то дадим у него перемещение 15 в принципе может хорошенько так пройтись и увеличить на 375 урон получится одним ударом и сразу нанесем практически 400 с чем-то учитывая что мы даже очки действия не затратим так надо посмотреть да наверное сейчас мы возьмем вот этот резервный меч так топор плюс 3 где у нас там мечник а здесь у нас молот то есть топор базовый урон намного меньше дробилка так расчетливость это если есть негативные те эффекты страшный вопль это у нас урон понижает на минус 3 на минус 33 процента ввв а в радиусе 3 на 2 хорошо и в принципе дальность 14 ну это короче такой дебаф его лучше всего я даже не знаю кому давать потом топор просто наверно потом каталась другой будет либо второго заменить вместо меч вместо лучника 2 сделать какого-нибудь топорщика опять же это все на дебаф идет по урону то он будет слаб топор бумеранг на 2-3 маны и и интересные клетки получается у нас бумеранг площадь 7 максимум заход 2 урон неплохой требует 2 очков действия так нам топор пока не трогаем нормандский шлем можно будет конечно взять но нет но нет берем короче резервный меч и снаряжаем его первому лучнику вместо щита надрез вторая рука да заодно посмотрим как все работает так это все нам нет щит наверное мы еще оставим да не продадим продадим все продадим так осталось 5 рабочих смотрим что мы можем ману всем более-менее восстановили этому же мы не до восстановим 2 мы построить же не сможем больше ничего построить не сможем значит рабочих на золото отправляем и как раз кище 2 здесь в принципе мало золота мало порчи и сущности как бы это вообще ни о чем плюс 11 ни о чем то есть это важно только забирать у них предметы сделано своими руками так хорошо золото у нас много покупать мы ничего не можем теперь имеет смысл каким-то образом прокачать а где мы прокачать это должны были по-моему здесь да смена товаров в лавке за определенную цену опять же за смотря за сколько потом проверим так я думаю мы готовы деньги тратить больше некуда покупать ничего нам не нужно можно конечно зелье купить раз деньги у нас есть разгон кстати а у тебя места нету а ты у нас по-моему единственный с разгоном ладно тогда не не берем так а вот ману наверно все таки возьмем и петли и эту и эту как минимум мы сможем сэкономить сколько там три раза всего лишь ну 12 маны восстановить хотя бы в конце боя может быть все таки лишним не будет так и кому отдать мааа лучнику да лучнику отдадим а второй наверно магу сейчас он использовать естественно не сможет так все завершили конец фазы все хорошо так расстановка здесь самая мощь идет там так себе здесь где-то лучник должен здесь стоять так ты наверное здесь будешь стоять лучник будет бегать туда и сюда это теперь на мага вообще не похож ни разу из-за шлема ну да ладно может потом найдем какой-то более хороший шлем ну просто убирать как-то не хочется можно было конечно скрыть шлем тогда с прической наверное скроем да наверное этот шлем как-то так не очень этот нормальный этому подходит мечнику то есть у него без шлема без шлема тоже хорошо с шлемом все-таки я больше ориентирую что это какой-то мечник копейщик и так далее лучники наверное без шлемов либо какой-нибудь типа как у Робин Гуда что-то типа такой шляпы а ей если и дать то какой-то какой-то магический не магического а как там тоже шляпы магов такая удлиненная типа как в Гарри Поттере типа была шляпа так оставляем так конец фазы а и и и и Продолжение следует...